привет друзья мой надо убрать эти уже лампочки они только мешают хочу вам показать свой помидорчик посмотрите он начал зреть уже видите какой красавчик хоть здесь и один но он тельняшки что называется так что я тут еще хотела показать смотрите этот огурец уже начал вам листик давать и зазуля моя и вдруг вылез тот огурец я там зубочисткой копалась копалась даже нашла зернышко получается его нам где-то затянула с водой вниз туда с лампу выключу не вон там и он там застрял и вылез видите так что сейчас я их наверное рассажу с этими огурцами ничего не понятно посмотрите огурцы вроде как огурцы но они не не дают боковых побегов не дают цвета ничего не дают я уже там несколько раз обламывала нижние листья они начали подсыхать ничего не могу понять дело в семенах дело в грунте дело в чем не знаю и вот здесь вот вроде что-то появилось похожая на цветочек но понаблюдаем посмотрим что это такое больше ничего такого самого тут не видно абсолютно так две луки уже съели остался один надо сегодня срезать и скушать и разобраться здесь хочу рассадить этих эти мои катарантусы так лобелия вроде нормально сидит но еще пока не особо не растет вот так вот друзья такие вот у меня сегодня планы еще хочу подкормить вот эти попробовать помидоры то есть не азотным и каким-то калийным или фосфорным удобрением посмотрю что у меня там есть собиралась магазин но на улице идет дождь так что не знаю видите он цвета полно ничего завязи особо никакой нету даже странно так вот здесь просеиваю песочек видите сколько отходов там как это ракушка попалась меленькие камешки помните я прокаляла в духовке сейчас себе насею сюда сколько мне надо и смешаю с грунтом и рассажу эти свои растения так что я вам хотела как показать интересное смотрите помните я была когда на улице там делала свои дела и у гортензии обломала ветром веточку я ее забрала домой разрезала напополам ее и самая интересная веточка которая не та которая с пяточкой то которая с пяточкой видите ничего пока тут не дает нам веточка которая вот отрезана от нее но корней это нет посмотрите дала вон листики видите пошли от нее листики может она корешочки даст я даже не знаю я немножко корневина добавила воду видите вода такая мутненькая так что вот это интересное у меня тут произошло так и смотрим принесла сюда мой от росточки фикуса который я решила размножить для соседки и смотрите что у нас тут происходит вот там какие-то появились видите вроде бы зачаточки корешочков не могу пока точно сказать плохо видно вот но я думаю она даст корешочки должна дать по идее тоже в землю там немножко была зола и добавила еще немножко корневина и продолжает это все стоять у меня на окошке водички видите какие листики хорошие красивые зелененькие я их опрыскиваю я думаю что здесь не будет проблем с корешками посмотрите как красиво растила бегония видите все больше и больше цветочков не в этой поменьше а это вообще красавица видите какая такой нежный цвет просто обалденный прям тот случай когда телефон реально передает вот смотрите мои туйки здесь сидят раз раскроем развернем посмотрим что там происходит здесь ничего не происходит сидят листики живые два листика не новых листиков не дало ничего правда я сделала ошибку надо было посадить прозрачный стакан чтобы было видно дает ли корешки посмотрите на улице вчера выпал снег сегодня идет дождь моя алена уже уехала а перед этим мы с ней вымыли нашу асеньку она привезла такой шикарный шампунь который от блошек для хорошей шерсти посмотрите какая она пушистая красивая спит здесь на полотенце красавица моя так посмотрите на мой спацифилум после пересадки большой горшок он сначала там сидел 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 а сейчас пошел интенсивно давать новые листики посмотрите какие они яркие красивые просто обалденные и все больше и больше их все больше и больше так что где там по краям какие поджелтелые подсохлые листики снизу можно будет немножко их обрезать потому что здесь пошли интенсивно новые новые листики отовсюду видите какие они красивые прямо глянцевые просто прелесть буквально вчера замачивала воду своей орхидеи еще она не тела посмотрите распила моя лимонная красавица видите какой у нее красивый цвет и эти бутоны уже видите ки большие набухли сейчас вот вот они тоже расцветут красавчики на и это продолжает цвести а те бутоны почему-то отвалились а эти видите уже на всего пошли и расцеление хорошенько цветут красивая тоже правда почему эти цветочки обвалились непонятно может быть было здесь очень холодно может поэтому даже не знаю надо будет заняться и орхидеями достать их оттуда пересмотреть корни что то обрезать посмотреть что да как что там происходит в бегония цветет видите надо поудалять эти цветки наверное обсыпаться но они стрелки такие не длинные пускай подсветут если что осыплются в горшок но все равно цветочки милые потом возьму лестницу залезу поснимаете уже фонарики все праздники закончились хватит праздновать декабрист все еще цветет от сердца я удалила цветочки и продолжает цвести новые веточки красавица да ой все забываю вам показать в этом году как никогда все еще у меня есть домашние помидорки посмотрите вот осталось сколько стучек они тут продолжают успешно дозревать такие вот хорошенькие красивенькие которые я скоро скушаю видите какая красота на дворе что у нас январь так друзья вот сюда насеяла своей кротовой земли вот из этого мешка своего и у меня немножко было вот такого вот наверное я думаю скорее всего не зимного торфа это значит кислого я немножко туда подбавила потери ну хотя бы чуть-чуть потому что грунт тут вообще на песок и чуть-чуть добавила золы и чуть-чуть песочка хотя песочка тут наверное в этой кротовой земле было предостаточно но добавила две ложечки немного так заполнила вот эти два стаканчика сейчас сюда пересадим огурчики так вот делаю здесь углубление стаканчики видите земля обсыпается осыпается сразу проливать не буду потому что она станет такая тяжеловатая какая-то на песок но она правда быстро просыхает и сейчас попробую достать вот этот огурчик который вылез 1 смотрим там что-нибудь видно и там у него корни вот видите по решочки вон уже вылезает сюда то есть ну вот корневая система такая где-то примерно надо заглубить побольше чуть-чуть потому что сильно он тут потянулся хотя стоит под лампами все время так что вот видите непонятно и под лампой все равно тянется запахло свежим огурчиком кстати стоило патруль от стебель так из этого стаканчика сюда добавлю так вот сейчас прольем потихонечку аккуратненько я просядет потом земли добавлю если просядет сильно так по краю к стеблю не буду сильно по краю сейчас она когда впитается я вокруг еще стебляка посыплю песочка так водичка впиталась сейчас песочка вот так вот вокруг стебелечка то что песочек просыпал просыхает без быстрее и пускай будет песочек есть значит можно и и попользоваться так теперь второй огурчик тоже в такой же стаканчик как обычно достаю второй огурчик который зашел гораздо позднее посмотрите какие корешочки хорошенькие у него видите да хорошие корешочки так сейчас мы тоже сюда хорошенечко аккуратненько посадим так прикопаем сейчас добавлю добавлю земли из моей ванночки так раз те огурцы не получились может эти получится не знаю я кстати забыла какие семена посеяла вот это совсем какие-то плохие семена вода закончилась надо набрать хорошенечко проливаю я впитается потом добавлю вокруг песочка так все впиталось и сейчас песочка аккуратненько все пусть растут какой-то поддончик поставлю их нужно знаешь по главу мне вставить на окно или переставлять туда-сюда даже не знаю не знаю как поступить правильно надо будет наверно взять какую-то емкость куда все он все мои посадки составить чтобы они стояли под светом вот друзья набрала еще три стаканчика и вот эти катарантусики такие вот которые подросшие уже сейчас пересажу отсюда но в этой земле тут мошки лазили не знаю ничего у меня не получится чтобы если вдруг какая-то мошка попадется то она и зайдется дальше выхода другого нет эту землю надо выставить на улицу буду брать видите корешочки вон есть буду брать с минимальным количеством земли в надежде что яйца этих мошек этих комариков не попадутся вот так вот буду думать так а как будет никому неизвестно все народные способы использовала и чеснок и спички все на свете так не хочется химию использовать но если пойду магазин то поинтересуюсь чем там люди пользуются от этих комариков видите корешочки корешочки есть он но если тут были эти комарики то они их и подъедали эти корешочки потому что они как бы эти катарантусы видите как долго мучились долго страдали пока пошли наконец-то в рост значит что-то им не давала но там где растут огурцы это было уже совсем другая земля там по идее не вылезали ни разу мошки из этой земли огурцы не знаю по какому по какому по какой причине не растут огурцы ничего не могу понять обидно конечно уже давно бы 10 раз были огурцы надо посмотреть когда их посеяла это уже все сроки подоношения уже наверно выше их даже не знаю даже не знаю какая причина в чем причина сейчас добавлю чуть-чуть грунта песочка пролью вот так вот поливаю аккуратненько по кругу ой попала на него на бедного он сразу лёг ножка поправим патарантус это считается комнатное растение там все высаживаем на улицу вот такие красавчики тоже растут тут один остался какой-то зачахлик очень тоненький стебелечек даже не знаю пересаживать его не пересаживать и попозже я еще посею кота для улицы семян немного собрала так друзья вот эти помните такие беленькие цветочки мне на улице многолетники они тут дали семена и они взошли на улице я и взяла домой помните не смотрите они все благополучно загнулись сейчас в один вырву посмотрим с корнями оторвался без корня значит сейчас попробую достать что получается что в корне или мошки или как почему загнулись растение уличные на морозе почему вдруг умерли вот смотрите центральный корень есть очень мало боковых корешочков почти нет этой земли от него не отлепила это не корень видите центральный корень такой длинный есть очень мало корней вообще практически нет те которые питают растения поэтому они и умерли эти мои растюхи так что такие дела друзья и точно так же посмотрите моя лабелия с улицы которую я взяла видите полегла повяла хотя я за ней тут смотрела поливала и опрыскивала и все было хорошо видите полегла корневая система плохая совсем плохонькая ну вот эти которые зелененькие более-менее стоят попробую я их пересадить другой грунт в другую баночку эту землю срочно на улицу так ну что попытаюсь спасти пару лабелей которых хотя бы еще пока листики остались зелененькие так набрала вот в общую ложку не каждый отдельный стаканчик потому что не факт что они тут выживут общем то посмотрим посмотрим достанем посмотрим что там происходит так же не хочется земля тут уже более-менее я как-то сделала свою землю чтобы с этой землей принести опять тех мошек поэтому максимально землю убираю смотрите какие корешочки слабенькие очень слабенькие корешочки хотя сразу с улицы вспомните какие-нибудь малюсенькие они вроде как хорошо пошли в рост и что сделала земля зимная покупная помните я купила доставки пакет земли остальная земля у меня была дома оставшись из того года то есть это было гарантированно без никаких мошек перемороженная а это из магазина когда еще морозок не было наверно не переморозила и в итоге чем закончилась печально все мошки 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 но хотя так уже грешить на ту именно землю может быть могла из улицы попасть это личинка и как-то что-то могло произойти вообще не знаю не знаю друзья не знаю видите чахлая очень корневая система чахленькая я тут уже более-менее симпатичные листики ну пока еще массово я тут ничего не сею попытаюсь спасти жалко за все таки правда с улицы с мороза взятые простели тут сколько ладно сейчас доделаю а то будет слишком длинный ролик и вот смотрите почему чахлый катарантус видите тоже нет корней одна палка не все сейчас тоже его сюда посажу посмотрим может он там дальше развиться или не сможет вот друзья пересадила что смогла спасти и посмотрим будем наблюдать что будет здесь с ними происходить пойдут ли они в рост или благополучно умрут тоже два катарантуса и вот эти маленькие лобели посмотрим так лампу выключила чтоб лучше видно было вот так вот это в один лоточек все составила вот сюда огурчики свои катарантус и фуксия и вот этот лоточек как раз все поместилось компактненько огурцы чуть-чуть подвинула но я думаю тут хватит света более это моя лампа тоже подсвечивает сюда посмотрю еще вот этот огурец вроде бы собрался тут зацвести посмотрю что будет иначе вырву выброшу все меня уже просто бесит а сюда он лучше посею чего-нибудь другого еще лука там начал прорастать еще лук лучше посажу такой ароматный кстати лук вообще обалденный вот так друзья ну что посмотрим на эксперимент светочками туи ну они конечно этот фауз дадут не скоро месяца через два написано ну давайте развернем глянем что там происходит хотя бы так водичка есть все хорошо как отнем водичку развернем и посмотрим что там у нас происходит или не происходит ничего даже интересно ну пока я бы сказала сейчас покажу вам поближе даже не буду все разворачивать пока ничего не видно потому что тут все в корневине видите все в корневине но времени прошло мало поэтому дальше разворачивать не буду пусть пройдет еще побольше времени так то пока они зелененькие чувствуют себя хорошо я периодически открываю проветриваю этот пакетик и опрыскиваю их так что вроде бы пока нормально все это заезжала и ставлю обратно свою тепличку на окошко вот смотрите на пиларгодию видите два этих листика обрезанных так и сидят но они такие крепенькие не сохнет хорошенькие но новых листьев не дает пока не хочется мне вытягивать смотреть давание там корни не дала ну пусть еще посидит как говорится есть не просит так что все я тоже запаковаю обратно и пусть стоит дальше вот включила им тут лампу и стала им тут всем весело ну сейчас будем наблюдать что будет происходить с этой всей моей растительностью как говорится забыла вам сказать еще интересное когда была моя алена я заказала наконец-то семена себе новенькие которые хотела заказать в принципе не было только одной позиции не было лука оксибишн у меня там с прошлого года осталось немного семян ну раз нету так нету придется посадить столько сколько есть еще там семенами какой-то выглядела не помню обязательно когда придут должны написано в течение один-два дня получается вчера понедельник был один сегодня два но пока что не было еще никакой смски ничего не приходило а единственное что пришло что все было вроде все семена все заказ собран когда он там или передают его эту европочету не знаю как придет сразу будем делать обзор всех моих семян очка шо сейчас дождь вроде закончился наверное пойду схожу может быть магазин да ну открылся ли тот магазин после отпуска где был грунт чтобы заранее соседку не просить не гонять но она мне сказала что свозит но вдруг он там еще закрыт или что-нибудь еще такое поэтому наверное надо все-таки сходить самой сначала узнать все друзья и домой сходила в цветочный магазин вот как обычно закрыт уже той бирки нет что он не работает до 15 но все равно закрыт я такая набралась смелости и набрала номер телефона который там есть на двери хозяина спросил у него сказал ну да 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 там какие-то обстоятельства не работает хотя должен до 5 работать короче потом сказал что завтра будет 10 до 16 вроде работать я потом спросила если у них грунт там есть один пакет но говорю а если у вас еще грунт конечно недвековый машины едут грязище вода лужи везде все течет даже было вышло солнце так вообще даже очень тепло видите везде грязь считает ужасно и приходить скорее всего вылазил ноги ну ладно высушу но не суть короче он сказал таковы грунт хотели так я могу домой его даже привезти я чуть не обалдела в итоге договорились на сегодня после пяти что вроде бы привезет домой так что друзья буду с грунтом на первое время вот такие вот дела смотрите вышло солнышко ой-ой-ой-ой даже 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 такое чувство как аж припекает все пришла домой одела головку чтобы вам показать немножко в огороде смотрите где низинки там уже стоит вода видите земля водой перенасытилась хотя земля уже не мерзлая оттаяла видите как быстро снег растаял сейчас покажу то место которое вам показывала утром сейчас я хочу показать еще одно место по которому я смогли видеть земля оболопалась чеснок не вылезла богу и он там затянет ладно будет думать что вылезет по которому я сужу о перенасыщении земли водой видите у меня где душ есть колеса закопаны видите вода колесах стоит почти на уровне почвы то есть почва мокрая влажная и воде уже некуда деваться видите сколько воды первый раз когда снег растаял там не было вообще воды в этих колесах а сейчас видите сколько стоит воды пришла пошла по той улице пощерся посмотреть там сколько воды где там уже меня ждал фунтик видите я был компост у меня здесь не было грядочек высоких есть бы тоже уже стояла вода а так видите как хорошо грядочки все воды здесь никакой нету клубничка зелененькая балдеет более ветрено там где более ветрено там видите почти растаял снег утром показывала окошко все было снегу сейчас почти снега нету вот здесь только кусочек немножко так снега нигде нету вот так друзья такие вот дела такие вот дела делишки вон бутылку на нас кинула с моей тюрьмы посмотрим просто скинула вообще что-то произошло кто-то рыл наверное видите кто-то тут наверное видите что делается и оказалось это сидит под бутылкой это значит просто а там тоже сидит это просто ветром нагнала сюда веток а я думала уже ветки мои выкопал мне ветки на месте это просто ветром наломала веточек видите земля вот то мерзнет то отмерзает то оттаивает и вот потом его так вот упирает распирает и получается вижу что вот такие друзья дела в огороде эти ветки стали все мокрые как грязь болото поэтому под ними начнет греть хризантема это надо срочно открыть елочки видите просто такие ветки хризантема они были сухенькие тогда было морозно сейчас я их открыла на улице тепло пускай будут открытые потому что они сто процентов выпьет если их так укрытие такими вот мокрыми ветками посмотрите морозник выпустил он четыре бутона идите 3 и 4 если будет так тепло то он конечно же зацветет это чудо какое-то первый раз вижу такой цветок смотрите в теплице вот здесь уже стала земля влажная помните я вам показывала был сухой песочек а сейчас снизу приходит вода и видите какая важная стала земля здесь вот эта сторона более важная наверно пониже получилось и вот здесь как-то получилось мокро здесь сухо здесь примерно можно клубнику и полить набрать дома водички здесь довольно таки сухая земля вообще сухая сейчас наверно подтает снег еще еще и завтра вроде будет снег то может быть и здесь станет все мокро может и не стоит поливать а может снежка немножко принесу посмотрю сейчас все равно буду пойду домой переоденусь буду на улице тусоваться ждать пока привезут землю здесь мою хризантену видите что я сделала но я ее не укрывала вокруг крабовых сено снега на сено начала подплывать чтобы хоть там эти отростки мои не погибли под сеном надо видите срочно убрать отсюда все сено все этот не надо видите там какие хорошенькие зелененькие надо взять секатор обрезать эти палки срочно обрезать эти палки такие дела друзья в теплице ну что друзья пока тут тусуешь на улице накидалась до снежка талая вода полезная к немножко полежит тут и под щевелек тоже друзья приехал грунт эти два таких вот шикарных пакета 200 литров заплатила я за них 40 рублей еще за своей сдачей придется этим магазин завтра так что вот такие вот дела друзья на улице уже теме тьмущая укалела как цуцик вам желаю крепкого здоровья хорошее настроение успехов во всех ваших делах всем пока